Девушки отдыхают К повышенному вниманию и модному приговору публики лучшие представители своих пород уже привыкли. Хозяйство является постоянным участником и призером областной выставки. Сельхозпредприятия из Большеглушицкого района уже на протяжении 10 лет держат марку одного из флагманов животноводства области. В Эльмире любят эту отрасль и знают, как ей заниматься. Иначе бы не создали настоящий мясной клондайк. Более двух тысяч голов крупного рогатого скота и полторы тысячи овец. Отменные привецы и мясо, за которым выстраиваются в очередь. Это заслуга животноводческой службы. Питательная корма для скотинки и высокая урожайность похвала растеневодам хозяйства. Благодаря вот это взаимное отношение, когда есть хорошая земля, когда есть хорошая кормовая база, сама собой там будет и тот скот, тот крейс, который будет устраивать и мне, устраивает это мясо, население и города и везде, потому что она от первого начинания, она соблюдается все технологиями. А как руководитель я что хочу сказать и могу сказать. Если я не любил бы свое дело, это никогда не получилось. Руководитель хозяйства Равшан Князь Аглый-Гусейнов одним из первых в области увидел перспективы и новые возможности полного цикла производства. Уже третий год на базе предприятия работает убойный цех, как наглядный пример системы с поля до прилавка. Самый лучший цех по переработке мяса, это во-первых убойный цех, мясокомбинат, самый, как сказать, современный цех, где производится забой скота по самым требованиям технического регламента, что очень сегодня востребовано на рынке. С другой стороны, можно отметить, что здесь работают люди, которые искренне и верят в то, что сами делают. Но если говорить про руководителя, про Равшана Князь Аглый, то это человек, который, не попробовав сам, сделав это дело, не доверит другому. Все через свои руки. В цехе практически не бывает выходных. Хозяйство помогает и с реализацией мяса, и оказывает услуги по убою фермерам и частным подворьям многих районов области. А конечный продукт – охлажденное или глубоко замороженное сырье – поступает на прилавки магазинов. Благодаря этому убойной цеху у нас большая гулшица, большая гулшица и большая черниковка. И соседи многие районы, детские сады, школы получают наше мясо. Это первое – это наши заслуги, потому что там наши дети, там наши внуки. Первое – они питаются очень чистыми и экологическими мясами. И мы работаем в Итальяте, мы работаем в Самаре, мы работаем в Самарске, мы всеми рынками, наше мясо поступает в рынки. Ну, я думаю, что это убойница их, это еще один толчок дал для ООЭль мира. Стойко и выдержанно отнесся к своей выставочной роли этот исполин. Как не пытались посетители дотянуться до кудрявой мордашки двухлетнего Гири Форда, 750-килограммовый производитель класса «Элита Рекорд» был невозмутим и хорошо понимал груз ответственности. Он – гордость хозяйства Полянская. Эта порода очень спокойная, меланхолики, они очень дружелюбные и спокойно все, и уходят тоже при кормлении, при пастбищных условиях тоже хорошее поведение у них. У них у матерей материнский инстинкт очень сильно развитый, они телят своих не оставляют, обязательно находят большое количество поголовья, своего теленка, каждой мать вот находится. После отъема уже телят после 8-месячного возраста отнимаются, и дальнейший уже рост молодняка идет. Племенное поголовье из Большечерниговского района – сплошь изысканная аристократия, и уже на протяжении 6 лет обладающая племенным статусом. Для достижения максимальной чистоты породы в Полянском работает ассиминаторский пункт, осуществляется закупка семени канадской селекции. Одним из залогов успеха является имеющаяся полноценная кормовая база. Для удобства и для эффективности работы, конечно, нужен такой пункт стационарный, в котором есть и пункт искусственного сменения с 28 местами постановочными для скота, и есть лаборатория для разморозки семени, хранения его. То есть все условия должны быть соблюдены. Все это в этом пункте у нас есть, скот чувствует себя комфортно. Быки и Нетеля из Полянского разъезжаются по хозяйствам Самарской области, так и за пределы региона. Объем продаж в последнее время растет. Недаром Минсельхоз России снова закрепил за предприятием статус племенного репродуктора. Сохранность у него хорошая, приплод тоже хороший, до 94% у их телят. Это говорит о том, что здесь очень кропотливая работа, это подбор группы надо, еще человеческий фактор там немало влияет. Отношение к труду у человека, пастухов, скотников в зимний период. Все как дом относится к этой породе, к этому скоту, и отдача будет очень отличной. Сейчас в хозяйстве содержится 1300 голов племенного скота, из них 380 коров. В планах не только увеличить маточное стадо, но и улучшить существующую породу. Мы идем на повышение и закрепление высоты в крестце у потомков. То есть они будут более высокие, а есть доказанные опытом поставленные задачи, были решены и доказали, что высота в крестце связана со среднесуточными приростами. То есть чем выше высота в крестце, тем выше скорость роста у животных. Мы идем к этому, мы хотим вывести более высокорослый скот и хотим его назвать, что это наш тип. На ярмарке той славной дивились гости много, особенно животным, что красовались в ряд. Там было телок много, но он дал знать с порога, на выставке той сельской он главный экспонат. Зовите его просто «Помпезный парень». Арабский жеребец в считанные минуты стал кумиром зрителей, затмив свою соседку, американскую рысачку. Главное, чтобы также с помпой он праздновал победы. Кобыла уже выступала на ипподроме, тоже хорошо себя показала, но в данный момент уже пришла в маточный состав конь-конзавода. Жеребчик арабский будет еще, ему предстоит зимой уехать в Краснодарский край, выступать на Краснодарском ипподроме. Любая топовая конюшня «Формулы-1» могла бы позавидовать Самарскому конезаводу. Хозяйство на высочайшем уровне занимается селекцией и содержанием племенных аристократов. Чистокровные тяжеловозы, орловские и американские рысаки – арабские скакуны. На многих ипподромах страны их прыть и мотор приглушают чемпионские амбиции остальных конкурентов. Не выделяем одну лошадь, не выделяем единицы. Мы направляем сразу всех, поддерживаем сразу всех и в разных направлениях. Стараемся на каждом, очень много, сейчас на данный момент 22 головы по всем ипподромам России расположены наши лошадки. И каждая из них что-то как-то где-то выигрывает. И стараемся каждую из них все равно поддерживать, развивать и не останавливаемся на этом. Потому что бывает у некоторых такая тенденция – одного любимчика выберут и его продвигают. У нас нет. У нас мы всех стараемся продвинуть, от всех увидеть, достичь и увидеть тайные, так сказать, результаты, которые скрытые результаты. Серьезным продвижением вперед для Самарского конезавода стал проведенный в этом году на его территории конно-спортивный фестиваль. Мероприятие приняло всероссийский масштаб. Породистые подопечные конезавода выступили достойно, дав шанс победить и другим лошадям. В трех заездах выиграли наши лошади, в двух дали возможность друзьям, гостям победить и поучаствовать. Организация скачек, создание атмосферы праздника и популяризация конного спорта. Для конезавода это первое такое глобальное и важное мероприятие, которое теперь станет ежегодным. Фестиваль конно-спортивный, который у нас прошел, он был в большей степени и оценочным. Мы поняли и многие наши гости поняли то, что не хватает, людям реально не хватает лошадей, реально не хватает и воспитаний, и соревнований. Вот этого духа спортивного, вот этого азарта, который люди чувствуют именно на ипподроме. С удовольствием все смотрели, с удовольствием все приехали. И мы понимаем то, что это надо развивать, людей надо этим питать, подпитывать и продолжать этим заниматься. Потому что от мала до велика люди просто были довольны. И мы понимаем то, что наше любимое дело, для нас оно любимое дело, дает положительные эмоции для многих-многих-многих наших жителей области и губерний. Полный релакс, только дробленка за ушами трещит. Мамаша с сыном с ленцой посматривают на происходящее в округе. Небарское это дело, утолять праздное любопытство посетителей выставки. Пусть лучше руководство их родного хозяйства Волгарь рассказывает о том комфорте, что создан для красавцев-геррифордов. Гордиться и вправду есть чем. Третий год племенной репродуктор повышает уровень воспроизводства и содержания своих любимцев. 95 телят мы получаем от 100 коров. Где-то у нас сохранность молодняка, я считаю, что это нормально, 98-99%. Это при отъеме. Вообще общая сохранность у нас 99%. Мы видим то, что если мы занимаемся, мы должны заниматься на полную возможность. Все возможности для этого есть, корма в хозяйстве имеются. То, что необходимо, мы покупаем, который биодобавки, все необходимое. Берем золотой филуцен, который мы вводим телятам с 20-дневного возраста. Молодняку, когда начинают они у нас, чтобы они получали у нас привесы. А привесы – это все, это будущее наше, грубо говоря. Скот растет, растут возможности, разнут реальные перспективы. За последние годы на качественно иной уровень перешло и растеневодство. Болгарь – один из лидеров по урожайности зерновых и технических культур в Большеглушицком районе. Не исключение и этот год. Был получен неплохой урожай, а зимы культур. Заготовлено более 1000 тонн сена. Сейчас заканчиваем практически уборку кукурузы на силос. Концентрированными кормами мы обеспечены. Ну и частью еще завезем небольшое количество соломы. Животноводческие помещения подготовлены, продезинфицированы, побелены. Калды почищены. Короче, зимние квартиры готовы для приема животных. Серьезно улучшилось и техническое оснащение хозяйства. На полях Волгаря, входящего в агрохолдинг Василина, работают энергонасыщенные тракторы и пассивные комплексы. Из 4000 гектаров под озимами половину площадей засеяли влагосберегающей сейлкой Рогра. А выросший урожай убирают до зернышка мощные комбайны. Выросла производительность и рентабельность всего сельхозпроизводства. Семинар у нас проходил на базе ООО «Правда», КХ «Правда». Виктор Николаевич заключил там с Петербургским заводом соглашение насчет поставки К-744 нам. Технические оснащения К-744 мы сейчас полностью, у нас 100% имеем. Значит, в сейлке мы, у нас завод «Сельмаш» в Сызрани, обеспеченность, аупами, у нас также есть «Рогр». Вот хотел бы, пользуясь случаем, сказать большое спасибо Виктору Николаевичу за поддержку, за оснащение. Сохранить здоровье и жизнерадостность ваших питомцев. Под таким девизом в Самаре вот уже более 10 лет работает ветеринарная компания «Биогран». Свыше 5000 наименований различных зоотоваров известных мировых брендов представлены в двух универсальных магазинах. Высококачественные ветеринарные препараты для кошек, собак, птиц, аквариумных рыбок, грызунов, лошадей. Специализированные товары для пчел, а также средства для дезинфекции и дезинфекции. Инструменты для ветеринарии. Это далеко не полный список присутствующих в наличии наименований, которые, кстати, можно заказать и по интернету. Информация размещена как для розничных покупателей, так и для оптовых покупателей. То есть вы можете посмотреть, выбрать заинтересованный товар. Есть многоканальный телефончик, который бесплатный. Если вас что-то заинтересовало, и вы не нашли ответ на интересующий вас вопрос, вы нам можете спокойно дозвониться, и наши специалисты вам ответят. А также, что говорится в режиме одного окна, вы можете себе сделать заказ, как розничный, так и оптовый. То есть совершенно бесплатно мы его вам привезем и доставим. Комплексный подход во всем. Среди постоянных клиентов компании – крупные фермерские хозяйства. Для них Биогранд предлагает специализированные услуги. Это комплексный подход к ведению хозяйства, начиная от кормления, ну и заканчивая, скажем, наш ноу-хау – это обрезка копыт с нашими московскими партнерами. В данный момент мы имеем три станка, да, а к концу года, я думаю, что мы выйдем на 10. Пополняется и специализированный автопарк. Востребованность доставки препаратов с соблюдением определенного терморежима в последнее время становится все актуальнее. В условиях конкуренции даже хозяйство, они просят, уже не просят, а даже настаивают привезти вакцину или биопрепараты, чтобы было с сохранением терморежима. То есть это мы тоже все даем, и на термопринтере мы готовы предоставить и распечатать, как препарат ввелся. То есть мы гарантированно рассказываем всю историю от производства и до конечного поступщика. Еще одна популярная на сегодняшний день услуга – выезд специалиста на дом. Прием включает консультацию, постановку диагноза, в том числе и лабораторные исследования, подбор схемы лечения. А при необходимости можно и красоту навести. В салоне «Биогранд» работают профессиональные грумеры и сертифицированные мастера. В планах компании – открытие еще нескольких магазинов. Мы не открываем маленьких магазинов, мы открываем только большие, чтобы клиенту было выгодно прийти к нам и купить. Во-первых, у нас самые низкие цены по городу. И чтобы человек зашел в принцип супермаркета. То есть зашел, увидел, купил, всем необходимым снабдил свое животное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!